Так, добрый вечер, мы с вами с Божьей помощью продолжаем заниматься пророком Мишаеву, последней главой, и сейчас нас ждет одна из известных метафор Танаха, связанных с процедурой исправления мира, связанных со спасением. Это метафора, в которой процесс спасения мира и человечества ассоциируется с процессом родов. Те, кто принимали участие в этом процессе, не то чтобы хранят самые приятные о нем воспоминания, то есть, с одной стороны, конечно, это очень приятные воспоминания, потому что после родов появился на свет прекрасный ребенок, который еще долго-долго с Божьей помощью после этого пил кровь и продолжает пить кровь своих родителей. Или что-то я не то говорю, радовать, радовать продолжать своих родителей. Вот, то есть, после родов, конечно, наступает период долгого, ничем не замутняемого счастья, в особенности тогда, когда эти дети становятся тинейджерами, то есть, когда у них подростковый период, это вообще просто невероятное и ни с чем не сравнимое состояние восторга для родителей. Вот, но во время самих родов, как известно, состояние у роженицы, да что там у роженицы, даже и у партнера, значит, этой роженицы, оно весьма специфическое может быть и, в общем, часто бывает, и нервы безумные, не говоря уже, конечно, о физических страданиях женщины. Поэтому вот это вот довольно часто встречаемое нами в Танахе уподобление спасения человечества процессу родов, причем часто скорых родов, а иногда и долгих, мучительных, это уподобление, конечно, нуждается в отдельном обсуждении и понимании, зачем сравнивать это именно с процессом родов. По всей видимости, нам хотят сказать, что вот этот вот переход мира от его загнивающего, негативного состояния, но, в общем-то, привычного для нас, к совершенно новому качественно новому состоянию, когда мир будет спасен, когда люди изменятся, когда зла не будет, этот переход сам по себе, он должен быть таким мучительным, как роды, и поэтому мессианская эпоха, она, собственно, так и называется, хевлей-маши. Вот это вот слово хевлей, хавалим, родовые муки, это, видимо, самое точное слово, которое может и должно описать этот переход мира и человечества от нашего с вами привычного состояния в замечательное исправленное. Значит, я, с вашего позволения, напомню вам, где мы с вами стоим, вот этот процесс, так сказать, родов, родовых мук мессианских, он как раз в конце книги пророка Ишаяу имеет место быть и должен там находиться, этот процесс, потому что, как мы с вами неоднократно говорили, вся последняя часть, последние главы книги пророка Ишаяу имеет прямое отношение к мессианским временам, это, собственно, мессианские пророчества Ишаяу, и поэтому, как ни в конце, где еще, в этой 66-й главе, посвятить этому значительное место. Давайте мы сначала прочтем этот текст, текст этой метафоры тяжких, мучительных родов, спасения как родовых мук, и потом попробуем разобраться. Значит, остановились мы на этом самом шестом стихе, где написано три раза голос, то есть звук, коль шеон ме ир, голос, шаон, вы знаете, это страшное слово, а от этого же самого корня происходит слово шоа, кстати говоря, то есть катастрофа, голос катастрофы из города. Что это за голос катастрофы, надо понять, потому что речь идет на самом деле про спасение, про исправление мира, что катастрофа-то? Так, коль ме и халь, голос из храма, и потом коль ашем, голос самого Всевышнего, мешалем гмулявав, который отплачивает, платит воздаяние своим врагам. По всей видимости, эти три голоса, эти три грандиозных звука, они символизируют три этапа, три уровня приближения к высшей святости, потому что первый звук, он раздается из города, ир-город, Герушалаем, это, конечно, очень высокий уровень святости, главное святое место мира, но есть более высокий уровень под названием Гейхаль, голос, который раздается из храма, сейчас я вам кое-что напомню на эту тему, вы знаете, в текунеизуар, в текуним есть очень важный момент, касающийся этого слова Гейхали, его числового значения, вот, и коль ашем, голос Бога, это, собственно, и есть высшая святость в нашем мире, то есть сам Творец, город Герушалаем, храм и сам Творец, три уровня, три звука, что на этих трех уровнях происходит, нам с Божьей помощью постепенно будет разъяснять наш всегдашний Спаситель, комментарий, Мальбима, вот, но сначала я вам напомню, что Гейхаль – это намек, храм, в данном случае, в этой формулировке, это тоже намек на имя Всевышнего, потому что имя Аливдалет Нун Ют, которое мы с вами произносим как А, До и потом Наль, и которым мы заменяем четырехбуквенное имя, когда мы его хотим произнести, это имя в числовом значении 65, соспадает в Гематрии с этим словом Ихаль, храм, вместилище святости, и в каббалистических книгах совершенно четко проводится эта идея о том, что имя Аливдалет Нун Ют, Адой, потом Наль, обозначающее Шехину, обозначающее Божественный Сосуд, в который входит энергия, как сказать, женское начало, это и есть и Гейхаль, они не случайно совпадают по Гематрии, потому что это имя Адой, потом Наль означает Шехину, означает женскую сторону, вот, Кли, сосуд, ну, вы понимаете, что Гейхаль, слово Гейхаль, собственно, это и есть те же самые буквы, что Кли, Ка, Фламят Ют, это Кли, а Гейхаль, это в обычном его употреблении в еврейском языке определенная частица, определенный артикль, получается Гакли, то есть слово Гейхаль, храм, оно может быть переделано, то есть из его букв получается слово Гакли, то есть вот определенный сосуд, или можно сказать, что буква Гей является, Кли является сосудом, потому что, как мы с вами знаем, вот в этом имени Всевышнего, именно последняя буква намекает на этот, принимающий божественную энергию сосуд, вот, то есть получается, что есть город, наполненный людьми, фактически люди, которые символизируют высокий уровень святости Иерушалаима, желаемо, его жители, потом есть определенный сосуд, который называется Гейхаль, это храм, это имя, которое связано с присутствием Бога в этом мире, с понятием шахина, ну и после этого есть имя Творца, дающая сила, которая все это, значит, наполняет своим светом, своим смыслом, вот это вот три уровня спасения, три уровня голоса, который в момент спасения человечества раздается. Чего катастрофа? Почему это называется словом шаон, это мы сейчас должны определить. Пожалуйста, давайте не путать с вами, со словом шаон, который с буквой айн, вот эта буква айн, она может стоять вместо этой буквы алиф здесь, и тогда получится слово часы, так, это совершенно другое слово, абсолютно разной кольми, прошу прощения, я расхворался, вот, так шаон с алифом это катастрофа, шаон с айном это часы, это совершенно разные слова, давайте с ними не путаться. Теперь, в следующем стихе, в седьмом написано про эти самые выше анонсированные роды, Бетером, Тахиль и Ялада, перед тем, как измучается роженица, то есть, она типа еще даже не начала рожать, она типа еще даже не начала страдать, Бетером Яво Хебелла, перед тем, как придет мучение к ней, извините, пожалуйста, а чем отличаются две эти фразы? Перед тем, как начнет мучиться роженица, перед тем, как придет мучение к ней. Это, извините, просто с первого взгляда совсем одно и то же. Даже слово Тахиль, ну, да, Хиль и Хевель, это разные слова, да, Хиль, это дрожь, когда роженицу начинает бить дрожь в момент вот этого вот процесса, страшного, прекрасного процесса рода, так, а Хевель, Хевель и Лейда, это уже травма, поэтому, в принципе, по-простому надо объяснить, что слово Тахиль, когда оно начнет дрожать, это только начало процесса, это еще не муки, это тогда, когда начинаются схватки, легкие такие схваточки, и уже, так сказать, трясет, потряхивает роженицу, но еще ничего не начинается. И тем более, хочется сказать, по-простому, тем более, еще не пришли Хевель и Лейда, да, мучения, реальные, страшные мучения к этой самой роженице, те самые Хевлей, о которых мы говорим, когда говорим Хевлей, Машиек, мучения, родовые муки, пришествия Машиека, Мессии, Биемлита, Захар, перед тем, как она это все испытала, она уже родила Захар, мальчика. То есть, она только не успела еще даже, так сказать, затрястись и не успела испытать родовые муки, как уже родила мальчика. Что? О чем это? Что это значит? А это, уважаемые друзья, значит, что начался первый этап спасения. Говорит Магом, давайте прочтем, что он говорит. Оказывается, значит, вот этот вот предыдущий посуг с тремя голосами он постепенно разъясняется. Надо иметь перед глазами комментарий Мальвима, надо иметь благодарность в отношении этого великого человека, Мальвима, который прокомментировал нам всех пророков и все писания на таком высочайшем уровне, чтобы, понимаете, понять, насколько важно, что вот этот вот предыдущий посуг, где сказано про три звука, три голоса, непонятно, к чему это все относится, что он постепенно разъясняется в дальнейшем. Вдруг выясняется это, что продолжение текста пророка Ишаяву постепенно разъяснит эти голоса. Значит, первый голос, как мы с вами помним, это голос катастрофы, который раздается из города. Так вот, перед тем, как, что, на вон, когда мы придем, куда? На святую землю. Кизман равлив не беят агури. Время долгое перед приходом спасителя. Мальбем начинает чуть ли не пророчествовать, уважаемые друзья. Обратите внимание, едкобцу соберутся, а наши муати люди малочисленные, мебней агула, из жителей изгнания. Соберутся немногочисленные евреи. Бегбудиратам Берушалай. И установят свою квартиру Берушалай. То есть, понимаете, при Мальбеме это движение, оно фактически уже постепенно началось. То есть, при его жизни как раз было время правила Калишера, знаменитого, который пытался восстановить Алию, пытался восстановить заселение Святой Земли, считал, что это важнейший момент для подготовки прихода Машей. И Мальбем как раз в эти времена чувствует это. Чувствует, что прямо в воздухе висит эта идея. Давайте-ка мы поедем на Святую Землю посреди XIX века, во второй его половине. Давайте, мы туда поедем и установим там свое проживание. То есть, мы как-то закрепим, евреи, как-то мы закрепимся на Святой Земле. Виахар Шаним работы после лет многочисленных. Что Яшеву Шама, когда будет жить там, то есть, вот эта небольшая группа евреев будет уже долго там жить. Придут к ним вот эти вот Хевле и Лейда, мучения роженицы. А именно Милхамот, Гогу, Магог, вот эти войны Гога и Магога. Начнется, так сказать, последняя война. Милхамма Харона, как мы это называем. И от Киля Кибуца Гоголя Клага. Начнется собирание великое и общее. То есть, к этой небольшой группе народа присоединится огромная толпа евреев. И по всей видимости, что у нас с вами здесь получается, что и Первая мировая война, и Вторая мировая война, так сказать, вот так вот размазан мы и по 20 веку, по его окровавленному телу, извините за ужасный каламбур, они, в общем-то, как бы и похожи в этом пророчестве на идею Милхамот, Гогу, Магог, вот этой вот самой последней войны. То есть, в принципе, мировая война номер один и мировая война номер два связаны друг с другом. Давайте почитаем исторические книги и посоветуемся со специалистами. Конечно, связаны друг с другом. Так или иначе, потому что то, что не было доделано, то, что не было выяснено в Первой мировой войне, оно в том числе и как-то довыяснялось в течение Второй мировой войны, ничего в итоге, как мы с вами понимаем, ясного не получилось, никакой ясной картины мира, во всяком случае, единой мы не получили после Второй войны мировой. Мы получили картину с разделенным на два лагеря миром, социалистическим и капиталистическим, все это потом, как вы понимаете, рухнуло. Фрэнсис Фукуяма в 90-м году, если правильно помню, год, написал статью о конце истории, великий философ, что вот когда коммунизм рухнул, значит все, теперь уже после гибели Советского Союза, мир праху, уже ничего не будет происходить, капитализм победил, и это называется, что победило добро. В результате, чего мы с вами сейчас наблюдаем практически по всему западному миру, как это самое добро опять погружается в коммунистические и социалистические идеи, вот, и что скажет на это бедный Фукуяма со своей статьей о конце истории, то есть конце коммунизма, конце коммунистических идей и конце истории непонятно. Так или иначе, к чему я это говорю, что Милхаммед Гога-Магог, война Гога-Магога получается такой длинной-длинной войной больше ста лет, начиная с 14-го года, 914-го, которая продолжается вот 100 лет, значит, сначала идет Первая мировая война, потом Вторая мировая война, потом Холодная война, сейчас очередная война в Европе раскочегаривается, не дай бог, не про нас будет сказано, чтобы она уже наконец закончилась. Понимаете, вот этот весь процесс, он связан, видите, с кибуц Агадоле Клали. Я сейчас скажу несколько крамольных намеков таких, страшных намеков, но это очень важно нам с вами обсуждать во время этой самой 66-й главы пророка Ижаялу, хотя бы потому, что она об этом. Она же о мессианской развязке человеческой истории. А эта мессианская развязка, она связана с кибуц Агадоле Клали с собиранием большим общим. То есть, с тем, что евреи большой толпой поедут в Эр-Цесре, на Святую Землю. То есть, он этот процесс, как вы прекрасно помните. он совпал фактически с предпосылками Первой мировой войны, продолжился после Первой мировой войны и завершился строительством государства после Второй мировой войны. После чего на протяжении существования государства Израиль, как мы с вами хорошо знаем, состояние войны или близкое к войне на территории Святой Земли фактически не прекращается. То есть, все время или происходит какая-то война и разгребаются ее последствия, это самая война на Ситайском полуострове, война фактически сразу после объявления государства Израиль, война за независимость, потом Милхемет Йонакипурием, война Судного дня, потом Ливанские войны первая, вторая. То есть, покои жни. Да, и это всем известный факт, вот сейчас у нас очередные евреи собираются ехать на Святую Землю и их, так сказать, трясет, ну, они просто не привыкшие, потому что для жителей Святой Земли это вообще нормальное состояние. Спроси сегодня практически любого израильтяния, тебе скажут, какая война, все-то вообще, вообще все в паре, мы побросали ракеты там полчаса это самое туда-сюда и это самое убили несколько человек. Ну, что так? Да это вообще нормально, абсолютно не обращая внимания, мы к этому уже привыкли. То есть, у них это абсолютно нормальное здоровое положение, ничего такого. Для человека, который живет, например, вот в дачном поселке в Соединенных Штатах Америки, где вообще ничего не происходит, со времен войны Севера и Юга, 150 лет, больше 150 лет ничего не происходило. Ну, вот здесь, например, вы видите, у меня здесь каждый раз, когда проходит трансляция, у меня здесь окно, вот за этим окном, значит, штат Джорджия находится. Здесь последние какие-то вот такие события, напряженные, да, вот в этих лесах, в которых мы живем, они происходили, да, тогда, когда, значит, здесь были бои между армиями федератов, конфедератов, конфедератов, то есть, между Севером и Югом, с тех пор ничего. То есть, и люди с вот такой психологией, дачной психологией, как и для них, конечно, вот этот вот великий кибуц, вот это великое собирание евреев на Святой Земле, которое привело вот к такому состоянию атмосферы, как на Святой Земле, так и не только дней, это, конечно, такое довольно пугающее мероприятие, пугающий процесс. Так, здесь, хочется сказать, Мальмам очень важная мысль, что Милхамот, Гога Магу, мессианские войны, вообще весь процесс вот этого разрушения старого мира и создания на его обломках и черепках чего-то другого, в частности, например, государство Израиль, большая алия в начале 20 века, в начале Сергея, огромная алия после создания государства Израиль. Вот этот весь процесс, он является стержнем, центральным стержнем этих войн и этих мировых событий. Как это работает? Почему это одно связано с другим, это совершенно отдельный разговор. Потому что тут уже нам с вами историки, мягко говоря, не помогут, а только будут мешать. Да вы что? предпосылки Первой мировой войны это ТТТТ, Второй мировой войны. Причем здесь вообще евреи? То, что там евреи куда-то поехали или не поехали, или у них там было что-то или не было, и значит там это самое Жаботинский водил военные парады своих этих правых сионистов, а Бен-Гурион, значит, копил деньги Керен Канемет своих небых сионистов. Причем это вообще? Это ваш еврейский между собой. На самом деле глубокая мистическая составляющая всех этих событий, конечно, связана с тем, что происходило вокруг Святой Земли. Почему? Потому что у нас с вами в самой популярной книге мира, которая называется Байбл или Библия, прямым текстом написано, что Святая Земля это текст книги Дворим, это прям хумаж, прям пяти книжек. Это место, что место, куда направлены глаза Бога от начала до конца года. Почему тут говорится про год, причем здесь вообще календарь, отдельная тема. Но идея в том, что Творец, он как бы постоянно направлен своим взором именно на Святую Землю. Он как бы именно туда смотрит. Поэтому любые танцы, любые медленные или быстрые движения, политические в том числе, социальные, экономические, вокруг Святой Земли, они в любом случае влияют на состояние атмосферы в мире. То есть взгляд Творца, направленный на Святую Землю, он разумеется является причиной того, что во всем мире происходят какие-то определенные специфические вещи. И поэтому тогда, когда процессы вокруг Святой Земли начали закипать, то есть тогда, когда еврейский народ вдруг решил отобрать, забрать обратно Святую Землю, из которой еврейский народ, внимание, выгнал Бог, он Бог, евреев оттуда выгнал. И он сказал, мы скоро с Божьей помощью, относительно скоро, относительно скоро, мы дойдем до фразы в пророке Ермияу, пророк Ермияу, следующий за пророком Мишель, он сказал, когда произвело, было произведено вот это вот изгнание, Бавела Ювау Дешам Ермияу, они будут приведены в Бавеле, в Вавилон, и там будут, пока я их не позову, запятая, речь Бога. То есть, если человек является, ну, хотя бы на базовом уровне, на самом простом, чтецом святых книг, если у человека есть на самом базовом уровне уважения к Божественному, он вынужден будет признать, что весь процесс возвращения евреев, он был как минимум, так сказать, возмущением некой волны. Волну подняли. То есть, вот это вот замечательная идея, которая еще 400 лет назад появилась в наших великих раввинов, что Всевышний нас забыл, потому что мы забыли про Святую Землю. Не потому наш Всевышний забыл, что мы ведем себя неправильно. Не потому Всевышний забыл, что мы недоделываем то, и это, пятое, десятое, и там есть какие-то грешники среди евреев, не знаю что. Не поэтому. Не потому в конце концов нас Всевышний забыл, что у него есть какой-то план на человеческую историю, и этот план еще не доделал. Нет. Потому что мы забыли про Святую Землю, мы не хотим туда вернуться, и поэтому Творец нам не устраивает вот эти вот роды, мучительные роды мессианской эпохи. А давай-ка мы сейчас соберем чуманан и туда поедем. А кто тебя там ждет? А кто тебя туда приглашал? Тебя оттуда выгнали. Кто тебя оттуда выгнал? Если ты человек верующий, что ты лезешь туда, откуда тебя собственно сам Творец депортировал? Зачем ты туда? Смотрите. Конечно, когда речь идет про переезд на Святую Землю на личном уровне в Шулхонор и Хевена и Эзер в своде законов, мы читаем, что эта вещь очень деликатная, очень специфическая, если человек сможет жить на Святой Земле и сможет там содержать себя вот, это Большая Митсва, про индивидуальную заповедь жизни на Святой Земле вообще разговора нет. Речь идет о народном процессе, когда собирается конгресс в конце 19-го века и на этом конгрессе выступают евреи. Вперед, товарищи! Это совершенно другое. Тем более, что и товарищи, которые там выступают в конце 19-го века, это уже не те, которые во времена Мальбима говорят, давайте-ка мы с вами в рамках наших еврейских духовных практик что-то сделаем на Святой Земле. Это совершенно другие люди. Это люди, которые вообще не связаны с главной книгой мира, если связаны только потому, что они родились от еврейских мам, и это практически единственная их связь. Светские евреи, ассимилированные светские евреи, которым захотелось избавиться от их неприятностей, от неприятностей народа еврейского. То есть от того, что у нас тяжело идет жизнь в изгнании. А кто-то, извините, обещал, что будет легко, никто не говорил, что будет легко. Не-не-не. Но не хочет, чтобы было тяжело. Так мы хотим избавиться от своих проблем, получив какое-то место определенное в мире, какую-то землю. Очень хорошо, если ту, про которую написано в этих старинных книгах, потому что будет хоть какое-то основание сказать неевреям, которые верят в эти книги, неевреи же верят в эти книги, понимаете, тут же вокруг нас христианский мир огромный, который верит в то, что там написано в этом Байбле. А в этом Байбле написано, что это земля дана еврейскому народу. Так почему бы не нам, светским евреям, которые в это уже не верят во все, которые уже переросли в все это старье духовное, так? Почему бы нам не сыграть на том, что огромный миллиардный христианский мир в это во все старье продолжает верить? Сейчас мы обделаем наш небольшой гишев. И мы сделаем так, что вот прямо на этой Библии, сейчас прямо сядем верхом на Тору и заедем на Святую Землю. Практически так это было организовано. Вы знаете, что перед голосованием в ООН, в организации ООН, наш дорогой товарищ Давид Бен-Гурион бегал там с этим Байблом, с этой Библией, с этой Торой, и всем показывал и говорил, что здесь написано, что это наше. Как говорят светские сионисты, любимая фраза, которую не устают повторять религиозные люди. Бога нет, и он дал нам эту землю. Это звучит прекрасно. Мне кажется, уже дальше ехать некуда. Бога нет, и он дал нам эту землю. Это собственно то основание, на котором эту волну светского сионизма поднял. Некоторые раввины в конце XIX века, когда эта волна поднялась, поначалу пытались в этом участвовать. Потом, естественно, отсохли и отвалились. Потому что участвовать в построении недуховного, нерелигиозного общества на Святой Земле, люди, которые читали в этот самый Байбул, тем более, которые знают еще и Талмуд в придачу, еще и каббалистические книги. Я про Кабалу вообще не говорю. Потому что там такое написано про нерелигиозных людей, пытающихся захватить Святую Землю, что мало не покажется никому. Короче говоря, вот это вся волна, она, извините за длинный и занудный исторический экскурс, как здесь пишет Мальбин, она как раз и приводит к тому, что огромные возмущения в мире происходят. ибо нормальная обстановка, нормальная гармоничная атмосфера в мире немедленно ломается, все встает с ног на голову. Вверх тормашками летит вся гармония мира. Тогда, когда вдруг поднимается огромная волна, и люди, которые вообще не понимают, что они делают, они устраивают этот Акебуца Гадоля Клали. Общее великое собрание. Так вот, здесь говорится, продолжает Мальбин, раньше, чем начинает дрожать рожениц, уже будет у города Иерусалима небольшие роды. До начала вот этого вот, когда мир, так сказать, роженицу, весь мир начнет трясти до этого еще, небольшая группа приедет. И это было как раз во времена Мальбина. Небольшая группа приехала, религиозные люди поселили. Во второй половине 19 века. И не только до того, как она начнет дрожать. Что вообще, когда еще не придет мучение к ней, Мальбин объясняет, не так, как мы сказали, не по простому обшану, то есть, да, и тем более не придет мучение, сказали мы. Демальбин говорит, нет, время даже, вот это вот, время мучения, то есть, время родов в принципе еще не настало. Шелоти иодо иотклани, вообще не будет времени, чтобы были роды. Шем хевле илэда, вот эти вот родовые муки. Потому что они им работлив на измалют, и будет много лет до спасения. Квар им, лита, Захар, она уже родит мальчика. В каком смысле? Я ден лоялда работе, пока, что она, работея, она не родила многочисленный народ, ракатэммэнтэймэспа, только немножко она родила. Они установят там свое жилье. Лахэммэцэээши, я ларакзакаракат, считают, что она как будто родила одного мальчика. в смысле очень немногочисленное количество людей. И вот это вот идея первого голоса. Голос будет слышаться из Ярушалайма, но почему-то он называется голосом катастрофы. Мы будем говорить об этом ужасной вещи. Я предупреждаю всех, что это будет не для слабонервных. И не то, что не дай Бог, я буду там занимать какую-то враждебную экстремистскую позицию, ни в коем случае. Мы с вами будем пытаться понять, что имел в виду пророк Яшаял. Давайте не будем с ним соглашаться в этом пункте. Давайте будем иметь свою позицию сколько угодно, но давайте поймем, что он хотел сказать, когда он говорит коль шаон «Мир». Голос катастрофы из города. Чей-то вдруг голос катастрофы из города. А там поселилось небольшое количество евреев и укрепилось мир ушала. То есть вот тогда уже был слышен голос катастрофы. Мы продолжим говорить об этом в следующий раз. Следующий посол говорит, видите, «Миша, мак, азот, кто слышал такое?» «Мира акаэла» «Кто видел подобное этому?» «Аюхаль эрэс баэмэха» «Может ли задрожать в смысле родов? Породить земля за один день?» То есть такое быстрое роды. «Имьевалет гой памэха» «Если родиться целый народ за один раз, кихала ибо дрожала гамьялда и также породила Сион, вы знаете, что Сион у нас женского рода, Сион, она родила Эдбане своих сыновей. То есть каким-то удивительным способом в результате скорых родов Сион наполнился сыновьями. «Мишамаказот миракай». Кто такое слышал, кто такое видел? Ну, с Божьей помощью мы об этом продолжим уже в следующий раз. Сейчас я вам напоминаю, что мы с вами уперлись в очень неудобный, в очень непростой комментарий рабыину Хананали, основателя раввинской, фрахвинского руководства на сифарской территории, наших уважаемых евреев, имеющих корни в Испании, который почему-то, будучи, как мы в прошлый раз сказали, обладателем великой, сильнейшей традиции, заявил, что вратец Абрам развелся со своей женой Сарой перед тем, как прийти к Ави Мелоху перестемлянскому царю. То есть, типа того, что про отцу Авраама хватило одного посещения фараона, когда забрали сам, и когда Саре пришлось самой решать проблему, говорить ангелу, поражать страшными болезнями фараона его, чады домочаться, великими поражениями его наказывать, да, и во все видимости, против Авраама больше не хотел испытывать судьбу, что называется, это не называется испытывать судьбу, это у нас называется другим термином, полагаться на чул, и в принципе, теоретически, по закону, это было очень верное решение, если ты вынужден куда-то прийти, в какое-то место, где ты опасаешься, что твою жену заберут, то развод в данном случае является хотя бы довольно странным с первого взгляда, но если так вдуматься, довольно-таки логичным решением, потому что теперь, если у тебя забирают жену после развода, это не будет нарушением, больше того, если ты пришел с женщиной, которая раньше была твоей женой, а сейчас является свободной, например, вряд ли кому-то придет в голову тебя убить за то, чтобы, вот, ну, из-за того, что человек хочет забрать твою жену, он не будет тебя убивать, зачем тебя убивать, ты уже с ней развелся, она свободна, ее можно забирать и так, то есть, и тебя не будут убивать, и в момент, если действительно произойдет эта ужасная ситуация, и жену у тебя заберут, так это будет свободная женщина, она не будет ничего нарушать, находясь с другим мужчиной, вот такая тяжелая, конечно, морально тяжелая, очень, логика, но, в принципе, она не представляется абсурдом, ни в коем случае, это объяснение Рабейда Хананали, оно, в общем, понятно, приводит его Рабейда Беха, и мы с вами в прошлый раз смотрели, в результате, как вдруг оказывается, в русле этого комментария, внутри этого комментария, прямо написано, что когда Авимеллах таки забирает себе Сару, и к Авимеллаху во сне приходит Бог, и начинает с ним разговаривать, говорит ему, инхаммед, вот ты умираешь, в принципе, инхаммед, это вот ты умер, то есть, мед, это же уже все, по-хорошему, это переводится, как ты уже труп, аля иша шерлакакта, из-за женщины, которую ты забрал, ей был ладбай, она мужняя жена, как так она мужняя жена, почему она мужняя жена, когда только что нам сказали, что братец Авраам, так сказать, официально оформил, свои отношения, то есть, отсутствие своих отношений с Сарой, развод-то уже был, что она мужняя жена, Всевышний говорит Авемеллаху, она мужняя жена, оказывается, творец, видите ли, не принимает этого развода, творец не принимает этого развода, который сделан исключительно под давлением обстоятельств, считает его ошибочным, фиктивным даже практически, и поэтому говорит Авемеллаху, не трогая девушку, женщину, и верни ее обратному. Так, вот это вот диспозиция согласно тому, что написал Рабида Харат. Мы обещали с вами в прошлый раз друг другу, что мы разберемся, во-первых, с этим термином Беулат Бааль, что такое мужняя жена. Это очень важный галактический термин, который нас ведет в Талмуд-трактат Тубот, где написано Баалья, Баалья, Тошель Бааль, Блобирида Тошель Бааль, что женщина должна находиться в вознесении, в поднятии мужа, и не должна находиться в унижении ему. Что это такое? Речь не идет не о том, что может с первого взгляда показаться, что когда мужу хорошо, жена рядом, когда мужу плохо, жена должна его бросить, ни в коем случае. Вообще никто такого не говорит. Жена всегда поддерживает своего супруга с Божьей помощью. Речь идет про статусные вещи. Речь идет про финансовую ситуацию в семье. В частности, из-за этого правила, что муж должен поднимать жену на свой уровень и не может опускать жену на свой уровень, из-за этого очень тяжелого для еврейских мужчин закона мы имеем такой не очень приятный совет в Талмуде в том же самом трактате «Ктубот», где написано, что ты, мол, обращение к мужчине спустись на ступеньку и женись. Ну, прежде всего в финансовом плане. Возьми себе жену из семьи, которая немного беднее, чем твоя. И тогда получится в любом случае хорошо. Получится, что ты берешь девушку более бедного образа жизни в более богатый. И это уже будет правильно с точки зрения еврейского закона. Потому что мы с вами знаем, что вот это правило, оно работает только в одну сторону. И если муж финансово несостоятельный или менее состоятельный, чем родители жены, это может вылиться в огромные и с огромным трудом разрешаемые проблемы. В частности, мы с вами знаем, что именно согласно этому закону муж должен обеспечивать своей жене тот образ жизни, к которому она привыкла в родительском доме. Теперь, а если жена согласна? Если жена согласна потерять свой уровень с милым в рай шалашей и так далее? В принципе, разумеется, такое может быть. И если жена прям сама дает разрешение мужу на менее высокий уровень жизни, чем она привыкла и говорит, что дорогой мой, ради тебя я на все согласна, давай будем жить скромно, это все очень здорово. Но мы с вами прекрасно знаем, что этот способ организации отношений может быть недолгосрочным, хотя бы потому, что как только семейная жизнь с этим мужчиной не покажется этой женщине раем в шалаше, она может сказать как говорится enough is enough мне хватит скромного образа жизни, в общем-то я совершил ошибку, когда принял это на себя и дальше я так существовать не в состоянии. И что делать в этой ситуации, это уже будет большая головная боль у Равина, знаете, у руководства общины, у Равинского суда, как вообще работать с этой семьей, что с ними этими голубями сезакрылыми дальше делать. Поэтому в принципе самый лучший вариант это не тогда, когда женщина соглашается на рай в шалаше, а тогда, когда мужчина улучшает ее образ жизни. Теперь в Талмуде в трактате в суббот там на месяц задается вопрос, а это касается только при жизни, при жизненных ситуаций. А если уже умер муж или умерла супруга, эти законы продолжают функционировать, продолжают работать. Например, обязан ли муж оплачивать похороны своей жены на том уровне, на котором это делается в его семье? Или он может сказать, что при жизни я ее содержал на уровне своей семьи, а похороню я ее скромно на уровне ее семьи, бедности? В итоге, как, наверное, вы знаете, Талмуд устанавливает глуху, что даже после смерти муж не может уронить этих стандартов, и даже на похороны жены ему придется потратиться в том же самом объеме, в котором тратится обычно в его богатой семье. и вот вопрос, который касается этого места в Талмуде, разумеется, выводит нас на эту историю с Сарой, Авименахом и Авраамом. Ну, лучше сказать, Авраамом и Сарой и Авименахом. На этот, так сказать, нелюбовный треугольник. Причем тут к этому месту в Талмуде это фраза. Почему здесь Бог, обращаясь к Авимену и говоря ему, что эта женщина она Беулат-Бааль мужняя жена, почему вот в этом месте вот этот закон скрывается? Ну, вы понимаете, Беулат-Бааль мужняя жена комментируется в Талмуде как Беулат-Ба Беали-Йод-Ба в поднятии ему. То есть, что муж всегда должен поднимать свою жену к себе до своего уровня. Вот здесь есть намек на этот закон. Так? Именно в этом месте, где, по мнению Рабину Хананави, никакого мужа уже нет. То есть, Авраам уже отпустил Сару, развелся с ней. И он же ее не держит на своем уровне и не должен ее держать ни на каком своем уровне. И вдруг Творец говорит Абимелу, ошибаешься. Этот развод я не принимаю. Этот развод неправильно, он фиктивный. И отсюда мы будем мучить из этой ситуации, когда Сара вроде как уже не жена Авраама, по мнению вот этого комментария Рабину Хананави, что муж должен поднимать всегда жиму до своего уровня. Не имеет права ссылаться на то, что семья у нее была беднее, чем у нее. Мы с вами хорошо знаем, что семья Сары и семья Авраама это одна и та же семья. Сара, будучи родной племянницей своего мужа, она происходила собственно из той же семьи. И это тоже очень интересно. Почему мы должны учить вот этот закон о поднятии вместе с мужем, о том, что муж должен поднимать свою жену до уровня своей семьи именно из этого места, где речь идет про Сару и Авраама, которые на самом деле из одной семьи, у них один и тот же уровень. Я понимаю историю следующего поколения, истории Цхака и Ривки. где Ривка приходила из очень богатой семьи, семьи же разделились к этому времени, и отец Ривки Бетуэль был очень важной персоной, человеком, который ввел право первой ночи, был, так сказать, графом или там герцогом своего места, забирал девственниц, девушек, после их бракосочетания себе на первую ночь. Он был важный человек. Ривка жила в роскошном месте. Потом все поменялось. Потом все прям очень резко пошло на спад в финансовом плане. Вы помните во времена Лавана, когда уже Яков женился, там был период бедности большого. Как это все работает, почему это произошло, это совершенно отдельная история. Мы к этому с Божьей помощью придем. Но момент финансовых несоответствий он мог быть только в следующем поколении, когда Ицхак женился на Ривке и брал ее, так сказать, из той своей старой семьи, которая осталась за пределами святой земли. А вот Авраам и Сары они просто были в одном и том же месте, они имели один и тот же финансовый источник. Тем не менее, мы учим, что она Баали и Атоши и Баали, она должна быть вместе с мужем на финансовом высоком уровне, тогда, когда речь идет о праве мяло. Это одна из загадок. у этой загадки есть просто фантастическая разгадка. Много загадок в Торе, слава Богу, у которых есть фантастическая разгадка. Я вам хочу больше сказать, что именно вот в тот момент, когда Сара получила этот формальный, эффективный типа развод от мужа и была взята к Вимелаху. И с Вимелахом шел разговор. Вот именно в этот самый момент было как раз таки необходимо озвучить этот закон, что женщина из очень богатой семьи, из очень богатой среды, она обязательно должна оставаться на своем уровне. Ее нельзя опустить. Этот закон должен был быть сказан и для Вимелаха в том числе. Вы помните, какие жуткие неприятности из-за этого произошли? Еще один маленький вопрос, который я вам поставлю, в следующий раз будем разбираться. Мы помним с вами. Робин Хайм и Хидар, великий сифарский каббалист и законодатель, приводит в своей книге комментариев на то, историю про совместную прогулку Авраама и Ицхака на жертвоприношение. И что якобы в этой прогулке вот эти слова Ицхака, Ави, папа мой, а отец ему отвечает и ныне бни, вот я сын мой, а сын спрашивает, а куда это мы идем и где жертва, Авраам говорит, Бог усмотрит жертву. То есть, вот этот разговор, из которого Ицхак наконец понял, что его будут резать, что он происходил вокруг вот этой истории с Авимелохом, что ведь злые языки говорили, что Авимелох настоящий отец Ицхака, и поэтому Ицхак почувствовал, что его сейчас будут убивать, приносить жертву, он обращается к Аврааму, говорит, Ави, отец мой, ты все-таки настоящий мой отец, что ты меня собираешься зарезать. Авраам говорит, конечно, и ныне бни, вот я сын мой, конечно, ты мой сын. И почему? Именно потому, что я собираюсь тебя приносить жертву, потому, что если бы ты был не моим ты был бы не кошерным для жертвы, потому, что ты был бы мамзером, ты был бы незаконно роженым ребенком, если бы моя жена забеременела от другого мужчины, а стал бы я приносить какого-то там мамзера, незаконно роженого ребенка, стал бы я приносить Богу в жертву? Ну, конечно, нет. Поэтому ты точно, мой сын, не волнуйся, я тебя зарежу, именно потому, что ты очень кошерный. Вот такой разговор приводит Хидо, Раби Хайм Йозидо и Тазула. И мы, естественно, спрашиваем, если там был развод, извините, какой мамзер? Причем, Раби Хайм Чистые ваны, так же, как Раби Хайм Хидо не мог не знать этого. Комментарий Раби Хайм о том, что Враам и Сара развелись перед тем, как Сара попала к ВМЛ. И что? Какой мамзер? О чем мы говорим вообще? С Божьей помощью как раз в следующий раз мы будем искать ответы на эти интереснейшие вопросы всего самого наилучшего. Субтитры создавал DimaTorzok